Включаю гидравлику, открываю выход. С питания начинаем. Перегрузка 0,2, частота 11. Эта платформа – имитация железнодорожного вагона. На ней ценный груз – ракета. Идет проверка топливного бака ракеты «Союз-2.1В» на прочность. Он должен выдержать все нагрузки. И датчики должны показывать, что внутри не произошло какой-то аварийной ситуации. Ракету трясут, не переставая 100 часов. Уровень нагрузки постоянно растет. В таких испытаниях создают все, что может произойти в пути от Самары до места пуска – космодрома. Все, испытание закончено. Спасибо. Так от испытания к испытанию рождается новая ракета. Двухступенчатый легкий носитель «Союз-2.1В» на финишной прямой. Это собранная первая ступень, та самая, которая отвечает за отрыв ракеты от Земли. НК-33. НК переводится как Николай Кузнецов. Двигатель превосходит все аналоги таких двигателей по своим характеристикам. Он очень экономичен и очень безопасен. Двигатель с легендарной историей. В 1968 году в связке из 30 штук он давал невообразимую мощь лунной ракете «Н-1». Цель ракета, которая должна была лететь на Луну. Уже тогда реактивная тяга двигателя составляла 154 тонны. Я наден, ракета не пошла, двигатель остался. И сейчас мы используем этот двигатель как высоконадежный, хороший, современный, пилотируемый двигатель для новых разработок. И мы очень рады, что мы используем этот двигатель. Его вытащили из хранилища. Он пролежал там 40 лет. И он прекрасно работает. Интерес к этому двигателю и в те годы был огромен. Часть НК-33 купили американцы, испытали их и даже лицензировали. Уже были произведены несколько запусков носителей с этим двигателем по американской космической программе. Спустя десятилетия в стенах российского ЦСКБ «Прогресс» рождается новая ракета с хорошо отработанным сердцем. Мы в обязательном порядке закончим экспериментальную отработку в конце этого, в начале следующего года и в следующем году стартуем. Но более того, вот этот носитель легкого класса, он адаптирован к тем стартовым площадкам, с которых сейчас обеспечиваются запуски нашего «Союза». С таким привычным названием «Союз», с такой сложной шифровкой 2-1-В. Конструкторы утверждают, «Союз» должен быть во всех модификациях, тем более в легкой. Современные космические аппараты все технологичнее и меньше. И запускать такие спутники тяжелыми ракетами невыгодно. Это проекты, где фактически отсутствуют боковые блоки. Ракета представляет из себя центральный блок, но блок, конечно, увеличенный в своих объемах и габаритах. Все это позволяет реализовать возможности выведения аппаратов легкого класса на заданные орбиты. Легкий «Союз» будет доставлять в космос спутники весом до трех тонн. Первый старт и начало летных испытаний уже в начале будущего года.